Кто приватизировал Казахстан? Это и горько, и смешно убрать из экономики олигархов Вы останетесь на задворках Почему казахстанцы бедные? 41% живет на 10 долларов Всем привет! Продолжаем наш совместный проект с редакцией Айрана Сегодня поговорим о том, что происходит с экономикой Казахстана Почему наша страна стала заложницей олигархии и плутократии? Почему богатой ресурсами стране власть обслуживает интересы узкого круголиц А народ выживает на мизерной заплаты? Почему мы не смогли повторить успех азиатских тигров? И какие реформы нужны, чтобы вытащить казахстанскую экономику из кризиса? Подпишитесь на Айран Здесь мы обсуждаем самое важное Кто приватизировал Казахстан? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в 90-е годы После развала Советского Союза Казахстан отказался от командно-административной системы И социалистической экономики Чтобы, как заявляли власти, устремиться к очередному светлому будущему По знакам экономического либерализма и политических реформ Но что же пошло не так? Как в советском анекдоте Когда снова повели к светлому будущему Но никто не обещал по дороге кормить Хотя стартовые возможности нашей страны, по мнению экспертов Тогда, в 90-х годах, были не очень плохими Был не только определенный промышленный потенциал Но самое главное – образованное население Чем когда-то не смогли похвастаться будущие азиатские тигры Которые практически начинали с нуля Но почему созданная модель Подразумевала обогащение лишь малой группы населения И обнищание всех остальных? Почему у нас не появился средний класс? Почему такой большой разрыв между богатыми и бедными? А почти весь заработок среднестатистического казахстанца Уходит на еду и коммуналку Почему не развивается производство? А вся экономика держится лишь на торговле ресурсами А потому что власти оказались временщики Большинство из грязи в князи Именно они под лозунгами построения рыночной экономики Прихватизировали многие отрасли Отдав их под контроль разных олигархических группировок Которые качали из страны прибыль в офшоры Но мало вкладывали ее в развитие За 30 лет в Казахстане было построено Больше торговых центров Чем новых современных предприятий Театров, школ, музеев и библиотек А то, что построили В рамках опиаренных программ развития страны Больше напоминали бутафорию Для красивых отчетов Это была страна перерезанных ленточек В результате На глобальной сцене Мы скорее относимся к слабым игрокам Которые по кускам теряли свою независимость В разных сферах В том числе в экономике Состояние которой зависит от цены на нефть И эту цену определяем не мы А более сильные игроки Мы импортируем больше продовольствия и товаров Народного потребления Чем сами производим Мы в основном ездим на машинах Которые делают другие страны Мы работаем на компьютерах Которые придумали и собирают Также в других странах И этот список Можно продолжать еще долго Власть долгие годы активно поддерживала Олигархов и банкиров Но при этом сокращала Государственные расходы На модернизацию инфраструктуры И социальные нужды На образование, культуру И уничтожала также профсоюзы И не заботилась о защите прав трудящихся Прикрываясь лозунгами о неолиберализме Когда, по ее мнению Должен был выживать сильнейший Но в основном Выживали те Кто был связан с властью Как в одной горькой шутке Генетики установили Что способности Крупному бизнесу в Казахстане Лучше всего передавались От тестя к зятю Зато всякий раз Скачки цен на продукты питания ГСМ или услуги Чиновники шаблонно Объясняли Либо внешними факторами Импортом инфляции Либо якобы Рыночными отношениями В которые государство Вмешиваться не имеет права Но все псевдореформы Привели к деиндустриализации К оттоку человеческого капитала И главенству плутократии После 91-го года Вот эта неолиберальная модель Она уже доминировала Когда, значит Под видом глобализации И модернизации Большинству стран По социалистического лагеря А до нас В 70-х, 80-х Бывшим колониям Латиноамериканским странам Африканским странам Стали, значит Выдвигать вот эти идеи Которые бы продвигали Значит На повестку дня Высвобождение рынков Так называемое Особенно либерализацию финансов Дерегулирование финансового сектора И свободную торговлю Оно представляло Что это как бы Эпоха такая времени Что если вы Не сделаете то же самое То вы останетесь на задворках Как я уже отмечал выше Переход к рыночной экономике В 90-х годах в Казахстане Начали с приватизации По задумке Эта реформа Должна была создать Группу эффективных собственников И сформировать средний класс Но на практике Все происходило иначе Сделки по приватизации Проводили непрозрачно Активы направо и налево Продавали либо своим олигархам Либо иностранным компаниям Да еще и за копейки Строить новую экономику В стране Начали с коррупции Обмана и воровства Например Экебастурская Гресс-1 В лихие 90-е Ушла всего за 100 миллионов тенге При экспортной оценке В 24 миллиарда Раз государствление Породило узкий класс богатых Которые ничего По сути не создавали Они всего лишь оказались В нужное время В нужном месте С нужными связями Тогда Громогласно был объявлен курс На экономический рост Но при этом Не ценился человеческий капитал Иностранные инвесторы Шли в основном в добывающий сектор Сих пор К Казахстану Как и к другим странам Сырьевой экономики Приклеился ярлык Сырьевого придатка Отсюда Стали активно качать И увозить за границу Невозобновляемые ресурсы Доходы от продажи которых Не работали на страну Власть выбрала легкий путь Зарабатывания нефтедолларов Чтобы было понятно На конкретных примерах Какой вы помните Один из самых влиятельных И популярных органов Был в 90-е В 2000-е годы Таких которых много было Совещательно консультативных При президенте Советы иностранных инвесторов Такое было событие Потому что вся модель Изначально была построена Что вот у нас есть Природные ресурсы А для того Чтобы их разработать Нужен вот этот капитал Иностранный И мы действительно Впереди планеты всей В регионе Значит на душу населения Но к сожалению Значит это Привлечение иностранных инвестиций Оно Он превратился в фетиш И опять же Несмотря на то Что политэкономисты Предупреждали Что Значит во-первых У нас было неправильное понимание Было навязано Неолюберальной идеологии Что якобы иностранный Капитал вам поможет У нас Значит этот капитал Стал доминировать И то что ему Приписывают В учебниках Экономической По экономике Этого не произошло А иностранному капиталу Что приписывают Что он якобы Разведет отрасль Создаст рабочие места И принесет технологии У нас этого не происходило Потому что Во-первых Он не создавал Новые отрасли Это были те Которые уже были Грубо говоря Скважины Которые еще В советские времена Были найдены По объективным причинам Там рабочие места Не создаются И третье Никаких технологий Он не привнес То есть Диверсификацию экономики Не произошло Это уже вопрос Тому Как мы заключали Эти соглашения Но это пример того Как вот это наличие Самых природных ресурсов И непонимание Высшего руководства страны Стратегического видения Отсутствия К чему это может привести Привело вот к этой модели Когда проклятие ресурсов У нас на самом деле Реализовалось Потом образовался Соответственно Компрадорский капитал Ну Такое количество В кавычках Миллиардеров За относительно По историческим мерам Короткий период За 20 лет Это может быть Только в стране Где реально Очень искажены Перераспределительные Механизмы Это в 91 году У нас Доля Нефтегазового сектора В экспорте ВВП Составляла там Меньше 5% И несмотря на то Что мы провозглашали Диверсификацию экономики И наши экономисты Вроде бы понимали Что такое Проклятие ресурсов И столько программ было Инновационных Индустриальных У нас сейчас Доля Значит Нефтегазового сектора ВВП Больше 70% А в Туркменистане Которую Без обид Которую лучше не сравнить Уже больше 98% Понимаете Тут ни о какой устойчивости Нельзя говорить Как гласит один афоризм Лучший на свете бизнес Это хорошо управляемая Нефтяная компания На второй месте Это плохо управляемая Нефтяная компания Такое ощущение Что эти слова Придуманы специально Для Казахстана Наладив Нескачаемый поток Нефтедолларов в страну Властная верхушка Казахстана Получила возможность Перераспределять Доходы от продажи Сырья Так был сформирован Компрадорский класс В европейских колониях Термин Компрадор Означал слугу Жителя колонии Который работал На обогащение Самого хозяина Попутно Также получая Свою небольшую выгоду В начале 2000-х Страна сделала Рывок вперед За счет высоких цен на нефть Тогда мы и привязали Экономику К нефтяным ценникам И во всех этих взлетах И падениях Выигрыши оставался Лишь очень узкий круг Казахстанской элиты Который даже На постоянных девальвациях Национальной валюты Умудрялся зарабатывать А в кризисные 2008-10-е годы Когда распечатали Национальный фонд Деньги шли Также на поддержку Частных банков И это лишь один Из ярких примеров Распределения Общественных ресурсов В стране В пользу меньшинства Выше руководство Страны пошло по пути Когда вот это Сращивание Компрадорского капитала Который народился С иностранным Финансовым капиталом Он просто стал выгоден А параллельно Так как у нас Отсутствовали Эти зрелые институты Демократические Контроля То что я называю Деполитизация Идеологизация Эти вопросы Не обсуждались Просто У нас вообще Стыдно говорить У нас до сих пор Мы не знаем Условия С РП Ну да Согласение Родили продукты С Афганом Ну это вообще Прошлый век Это знаете Венесуэла Там Иран От них отказались Еще в 50-60-е годы Там из-за этого Революция пришли А мы умудрились Когда вот говорят Такое Знаете Этот детский лепет Ну мы тогда были Неопытные Мы там не знали Это знаете Это можно в 15 веке Говорить Когда король Один все дела решает Неопытный был А в стране Которую даже Ни разу Ни одного договора Не заключила Если она создаст Такую систему Где парламент обсуждает Эксперты приглашаются Независимые мнения То это все быстро Очень учится Тем более Что прециденты Мировые есть Как это все делать Абсолютно Абсолютно Просто другой вопрос Что этого не хотели Не хотели Да Но поэтому сейчас Очень Это и горько И смешно Слышать Что у нас Мы до сих пор Не знаем Условия СРП Это уже говорит Об абсолютном Отсутствии Транспарентности Почему Казахстан Не стал азиатским тигром Кстати Что касается Австралии Когда я был там В 2016 году То узнал Что крупные Добывающие компании Контролируются там Местными Сообществами жителей С которыми Центральные и местные власти А также сам бизнес Должен согласовывать Свои действия И планы развития Например В штате Виктория Еще в 2001 году Было опубликовано Первое руководство По государственно-частному партнерству Которая сформулировала Такие основные принципы Как Целесообразность проекта В том числе С точки зрения Общественной пользы Оценка рисков Наличие Устраивающих всех Аргументаций В пользу проекта Прозрачный тендер Политическая целесообразность Выполнения проекта Оценка мер По исключению Злоупотреблений И коррупции Практически все Добывающие компании В Австралии Являются участниками Международной инициативы По повышению Прозрачной деятельности Добывающих отраслей Хотя про австралийскую модель У нас и не вспоминали Больше говорили Про азиатских тигров Но почему тогда Казахстан Не смог повторить Успех этих тигров И стать азиатским барсом Хотя об этом Было обещано еще в 90-х годах Почему Изучая И как бы вроде повторяя Опыт Южной Кореи Сингапура Гонконга И Тайваня Мы не достигли Их уровня жизни Развития технологий И промышленности Например В 50-х годах Прошлого века Годовой доход Жителей Южной Кореи Не превышал 160 долларов Менее чем за 40 лет Страна смогла добиться Ошеломляющих успехом В социально-экономическом развитии Не обладая при этом Природными ресурсами Сегодня Южная Корея Одна из самых передовых Экономик мира И в числе лидеров По экспорту Высокотехнологической продукции Как им это удалось? Секрет южнокорейцев И в целом Азиатских тигров в том Как они провели свои реформы Ведь как показывает Мировая практика Отсутствие сырья Нередко приводит к тому Что больше начинают цениться мозги Эти страны сделали ставку На поддержку собственных Конкретно способных предприятий На подготовку профессиональных кадров На борьбу с коррупцией На развитие у себя технологий И внедрение полного цикла производства На своей собственной территории На практическую реализацию Патриотического лозунга Мой дом самый лучший на улице Моя улица самая лучшая в городе Мой город самый лучший в стране Моя страна самая лучшая в мире Южная Корея, Тайвань Они реально прыгнули Совершили прыжок Из третьего мира в первый Благодаря тому Что они проводили Независимую индустриальную политику Доход на душу населения Южной Кореи был 300 долларов Около 70% были Реально безграмотными То есть это был реальный прыжок Они проводили политику Экономического национализма И им повезло, что Геокономическая ситуация такая была Она им позволяла, что Во времена вот этих институтов Брэдон-Луцкого Был контроль за капиталом И за свободными рынками Поэтому эти политики Их могли проводить Экономическую программу Начало импортозамещения А потом экспортоориентированную И они с одного сектора Более легкого Переходили на другой Более сложный Создавали высокотехнологичную продукцию Везде была коррупция На самом деле Ну не такая масштабная Конечно Олигархи были Олигархи были Но во-первых Они из-за политики Экономического национализма Этим олигархам говорили Чем заниматься И как заниматься И какую зарплату платить И когда ее повышать Понимаете Если так совсем упрощенно То есть просто подстроили Под национальные интересы государства Абсолютно Абсолютно То есть капитал рос Вместе с доходами Всего населения И этот экономический рост Они потом трансформировали В социальный прогресс Эксперты считают Что настраивать экономику Казахстанской власти Изначально стало хаотично Говоря про одно А совсем делая другое Сначала у нас был Популярный дискурс Догоняющий модернизации То есть выстраивание Политических и экономических систем По аналогии с другими странами Но как говорил Польский писатель Сатирик Хедрик Ягодзинский У нас перемены в кавычках К лучшему Следовали с такой быстротой Что ничто хорошее Не успело прижиться Чуть позже Дискурс догоняющий модернизации Был заменен на дискурс Альтернативной модернизации Который был оформлен В разных вариациях Третьего пути А по факту У нас создавали Зомби-экономику Франкенштейна Когда из разных кусков Взятых из разных стран Пытались что-то шить Одних сырьевых ресурсов Для экономического чуда мало Большинство грандиозных планов Так и остались Чаще многочисленных Государственных программ На которые при этом Потратили миллиард тенге Наших с вами, кстати, налогов В результате Казахстан оказался Не новым азиатским басом Как это обещали Еще в 90-х годах А бумажным тигром Ведь пока Казахстанская ласть Все эти десятилетия С бубнами Плясала вокруг нефтяных вышек И молилась на высокие цены на нефть Другие страны шли вперед Развивая промышленность Внедряя высокие технологии И многое вкладывая в собственные кадры Бывший министр нефти и природных ресурсов Саудовской Аравии Шейх Ахмед Заки Ермани Как-то говорил о том Что каменный век Кончился не потому Что кончились камни С намеком на то Что нефтяной век Кончился не потому Что закончится нефть И нефтяная эра у нас Может закончиться раньше Чем закончатся олигархи Поэтому в реальных условиях Экономику Казахстана Правильно сравнивают Со странами Например, Латинской Америки Которые тоже сначала Совершили экономический рывок За счет природных ресурсов А затем Оказались в затяжной стагнации Аргентина входила В пятерку стран Представляете себе По уровню По доходам населения В пятерку За какие-то там 40-50 лет У него такое произошло Потому что В какой-то момент Они не смогли трансформировать У них не произошла Диалегархизация экономики Диалегархизация Диалегархизация не произошло Они также встроились В эту модель Мировой экономики Где По теории зависимости Они заняли место периферии И просто экспортировали Природные ресурсы свои У них было Сельское хозяйство Допустим В Чили Медь Плюс несколько политических факторов А вот эти азиатские тигры Классические Они смогли, конечно И тут этот фактор Отсутствие Выбора Стратегии Национальной Он, конечно, сыграл свою роль Потому что В латиноамериканских странах Во многих бедных Или в африканских Там у них Класс плутократии Он уже был Заинтересован В сохранении статус-кво А этот статус-кво Был для них выгоден То есть они постраивали Интересы страны Под себя уже Совершенно верно Почему казахстанцы бедны? И какие экономические реформы Способны повысить Уровень жизни людей? В основе бедности Могут лежать Разные причины Чаще всего Любят ссылаться на кризисы Социально-экономические проблемы Или психологию бедности Но миллиарды долларов Шли не на развитие страны А в офшоры И все это происходит По причине того Что в стране Так и не созданы Эффективные системы Общественного контроля Над распределением ресурсов Конечно Власти любят говорить Об иждивенческих настроениях В обществе При этом не желая признать то Что в стране Такое большое количество Бедных Малоимущих И социально уязвимых Слоев населения В том числе Появилось в результате Неэффективной Социально-экономической политики Так как в самой власти Иждивенцев немало А то что они делают На своих государственных должностях Часто и даже врагу не пожелаешь Надо честно признать Что бедность в Казахстане Это часто результат Отсутствия Социальной справедливости И отсутствия Общественного контроля Над государственными доходами И расходами В результате Как говорил Синека Самый тягостный вид бедности Это нужда среди богатства Казахстан на самом деле Богатая страна Но богатая не для всех А лишь для тех Кто ближе к кормушке Неравенство Воспределения ресурсов Вызывает системную бедность А в это время Чиновники Обещают обеспечить Ежегодный рост экономики Казахстана На уровне Аж целых 6% Что по их мнению Позволит Казахстану Перейти в категорию Стран с высоким уровнем Доходов населения При этом экономисты считают Что связь между Процентами экономического роста И качеством жизни людей На самом деле мифическая Какой толк от роста ВВП Если все надбавки Из доплатам И социальным выплатам Съедает инфляция Что мы хотим сделать С этим экономическим ростом Если позволите Самое базовое понятие Мы хотим Чтобы не было Бедных людей И не было неравенства Допустим Есть два казахстанца Что всем было понятно И одному казахстанцу Очень повезло У него вот есть яхта А у второго казахстанца У него только одна рубашка Допустим В стране произошел Экономический рост Что не так уж и маловероятно Особенно он уже был У нас в 2000-е годы И страна там за 5 лет ВВП удвоил в два раза И допустим Даже доходы всех граждан Казахстана Удвоились в два раза Теперь что мы имеем В нашем примере У того человека Гражданина Казахстана Надеюсь Который была Одна яхта У него теперь две яхты А у гражданина Которому кстати Относится 40% населения У него теперь две рубашки Вы понимаете Как проблема не решилась Да Она только усугубила неравенство Это говорит только о том Что во-первых Намного важнее Распределительные механизмы То есть можно Расти где-то 3-4% Скромных Да Хотя это правда Что для Относительно бедных стран Ну ВВП должен быть там 5-6% Это как в Южной Корее В 60-е годы Они там По 10-12 Расли Но намного важнее В нашем состоянии Именно перераспределительные механизмы Потому что Если мы вернемся К первому Теперь Подходу Значит Абсолютный подход К неравенству Понимания Вот эти же два Казахстанца у нас Владелец яхты И у которого Одна рубашка Допустим Правительство Решило какую-то Социальную программу Внести И всем казахстанцам Сделать их богаче На 1 миллион Тенге Просто всем Далой 1 миллион Тенге Что происходит У того казахстанца У которого 1 миллион Яхта есть Он возможно Даже эту помощь Не почувствует Потому что Он столько тратит В неделю На еду А вот у второго Казахстанца У которого Только одна рубашка Он очень Кучу может Полезных дел Сделать для себя Он расплатится С кредитом Он может Своего ребенка Соберет в школу В университет Отправить Он наконец-то Пройдет медовследование Какую-то Проблему Которую Откладывал Постоянность Дорговизны Понимаете И это то же самое На самом деле То что большинство Богатых стран Индустриально развитых И занимались Когда они построили Своё государство Всеобщее благосостояние От США до Швеции Они занимались Перераспределительными Механизми Не всем давали По яхте Что невозможно А они давали Тем кому нужно Богатые страны Добились успеха Благодаря точной Социальной поддержке Это достойно Выплаты Нуждающимся И адекватные заплаты В развитых странах Работающий человек Просто не может быть бедным В Казахстане Работающий бедный Это обычное дело Многие живут Буквально От заплаты до зарплаты Которого часа Не хватает Даже на базовые нужды Согласно Коэффициенту Энгеля Если люди тратят На продукты Более 60% Своего дохода То это бедная страна В Казахстане Если раньше Продуктовая корзина Занимала 50% От дохода граждан То сейчас Люди тратят Уже до 70% Своего дохода На продукты питания Больше нас На еду Из общего дохода Тратят только Жители Африки И Юго-Восточной Азии В то время Как в развитых странах В США Сингапуре Или Великобритании Например На питание уходит Меньше 10% Семейного бюджета А теперь представляете У нас 41% Живет на 10 долларов Что это такое? А это более точный показатель Не вот это Не меньше чем на 1 доллар А 10 долларов 41% казахстанцев 10 долларов Если мы возьмем Курс Досым 450 тенге Плюс-минус Это получается 4500 тенге в день Это примерно Сколько астанинец Или алматинка Там на капучино Тратит в день Да, например Без упрек Это говорю Или это 135 тысяч тенге в месяц Или это 1 миллион 620 тысяч тенге Вот на эти средства Живет 40% Населения Казахстана Даже если мы добавим Еще 10 долларов Как я подозреваю То получится Что 60-70% Населения У нас находится Вот в таком Очень нестабильном положении То есть Это уже не средний класс Это то, что мы называем Precariat От английского слова Precursus То есть Находящийся в таком Нестабильном положении Любой кризис Любое событие Семьи Ребенка надо в школу собрать Не дай бог Заболел один из родителей Сразу Это серьезнейший кризис Для семейного бюджета Вот С этим надо определиться Понимаете Поэтому Когда мы рапортуем Что у нас бедность Ниже чем Узбекистан Или я не знаю Примерно такая же Как в Эстонии Это на самом деле Не совсем правда Как спасти экономику И людей Необходимо понимать Что в жестком мире Глобальной конкуренции За место под солнцем Никто кроме нас Не будет заинтересован Видеть Казахстан Конкурентоспособным И процветающим государством Многих на самом деле Устроил бы на статус Сырьевого придатка Или бензоколонки Мировой экономики Но авторитаризм Часто идет рука В руку с олигархической Экономикой Поэтому политические Экономические реформы В Казахстане Должны идти параллельно Высокий уровень коррупции Отсутствие независимой Судебной системы И других демократических Институтов А также социальная Справедливость Уже являются Сдерживающим фактором Для экономического Развития страны Это подтверждает И международный рейтинг Экономической свободы Где Казахстан в этом году Опустился на целых Семь позиций В том числе Из-за неэффективности Юридической системы А также Из-за высокого уровня коррупции Необходимо также Вводить экономическую демократию Это когда рент От продажи Природных ресурсов Будет работать На все население А не только На группу избранных А сама ресурсная база Будет лишь фундаментом Для строительства Инновационной экономики Необходимо убрать Из экономики Олигархов Провести диавшоризацию И воссоздать Сильные Независимые профсоюзы Надо начать бороться С бедностью Которому можно передаваться По наследству Учитывая то Что у нас около Одного миллиона детей Живет в бедных семьях Как гласит Очень старый афоризм В основе многих бунтов Часто лежат две вещи Это бедность И отсутствие справедливости Необходимо создавать Рабочие места В первую очередь Для молодежи Повышать уровень образования И качество Человеческого капитала Тем более Как отмечают эксперты 2025 году На рынке труда Будет более 250 тысяч Новых трудовых ресурсов За счет молодежи Необходимо повышать Производительность труда Вместе с ростом зарплаты Нам нужно развивать промышленность Разработать план Экономического национализма Для защиты экономических интересов Чтобы поддержать И развить Собственные конкурентные преимущества Которые можно отнести Например Транспортно-транзитный Сельскохозяйственный И промышленный потенциал С акцентом На переработку сырья И производство продукции С высокой добавленной стоимостью Что касается инноваций То как отмечают эксперты Среди важных элементов Для лидерства в технологической сфере Является наличие экономики знаний И конкуренция мозгов Качественная система образования Развитое предпринимательство Защита интеллектуальной собственности Низкий уровень коррупции Независимая судебная власть И демократическая политическая система Все это позволит Стизить утечку мозгов И большую роль Также может сыграть Правильная налоговая политика У нас более 20 лет Если не все 30 Плоская шкала налогоположения Все богатые страны Начиная от США Которые там считаются Такой самый англосаксонский Нерегулируемый капитализм И кончая Швеции Это в первую очередь Они поменяли Систему налогоположения Она стала прогрессивная То есть богатые платят больше Да У нас смотрите У нас человек Который получает полтора миллиона тенге Платит 10% Так же как человек Который получает Меньше 200 тысяч тенге 20 лет назад Это как бы прокатывало Потому что говорили У нас новая страна И это справедливо Эту тему заболтали У нас в стране Признаемся честно Если президент что-то говорит То в принципе Не так уж сложно Эту реформу провести Особенно в парламенте действующем Но ее заболтали Ее нету Потом появилась идея Насчет Тоже правильная звучит Насчет налога на роскошь Ее тоже заболтали Ее нету Понимаете Это показатель того Насколько мы готовы Насколько реально наши слова Расходятся с делом Это просто пример А если в глубину брать То конечно пока мы не пересмотрим Модель нашего развития Ничего делаться не будет В шоколадные времена Высоких цен на нефть И геополитической стабильности Некомпетентность чиновников Еще можно было заливать деньгами И потом не нести за это ответственность В нынешних условиях Геополитических рисков И новых геоэкономических вызовов Требуется также абсолютно новая Модель государственного менеджмента У нас Сима Николаса Талеба Как-то прозвучал тезис о том Что изучать надо систему Ее хрупкость А не события Так вот Хрупкость нашей системы Связана с отсутствием Эффективной политической системы Что порождает Неэффективную работу госаппарата На всех его уровнях От президента и правительства До акимов Вы ждете Вся страна Действительно напоминает Икебастузскую ТЭЦ А у нас Все еще пытаются Упаковать пейзер из 90-х годов В коробку С современным айфоном 15 Но от этого пейзера Звонить не будет Такова его конструкция Он для этого не предназначен Наш госаппарат В том виде Как он сейчас существует Также не предназначен Для реформ Он предназначен Для освоения ресурсов Так как является Порождением Архаичной экономики Природной ренты Если уж модернизировать страну То по полной программе А не на бумаге Надо реально бороться С теневой Олигархической экономикой С монополией В стратегических отраслях И с политической монополией Также Необходимо провести Номенклатурную липосакцию Обезжирить госаппарат Убрать лишний вес Сделать его компактным Быстрым Эффективным И высокооплачиваем Чтобы появилась Технократическая легитимность Когда лояльность Граждан к власти И признанию легитимности Идет взамен На повышение эффективности Всей государственной машины Это важно Так как без доверия Вы ничего не построите При этом Политическая воля Без команды реформаторов То же самое Что поставить GPS В машину У которой уже давно Украли колеса И сняли двигатель Какой смысл в том Что показывает GPS Если машина Никуда не может двинуться Колеса Это технократы На всех уровнях госуправления А двигатель Это большая идея Та самая казахстанская мечта Которой должны доверять Общество, бизнес и власть Без этого Мы рискуем стать Очередным failed state Так и несостоявшимся государством Это был Айран Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И оставляйте свои комментарии Давайте обсуждать Важное вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok